Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Президент Санду приветствовала решение Еврокомиссии одобрить план восстановления экономики Молдовы, согласно которому страна получит около 600 миллионов евро макрофинансовой помощи. Деньги будут поступать в Молдову в виде инвестиций, сообщила глава государства на Фейсбуке 2 июня. Как отметила Санду, план восстановления экономики Молдовы устанавливает программу интервенций и инвестиций на сумму до 600 миллионов евро, которую реализуют с 2021-2024 года в тесном сотрудничестве со странами-членами Евросоюза и международными финансовыми институтами. План сосредоточен на пяти направлениях – управление государственными финансами и экономическое управление, конкурентноспособная экономика, торговля, малые и средние предприятия, инфраструктура, образование и занятость на рынке труда, реформа в сфере верховенства закона и правосудия, написала президент, отметив, что реализация плана будет зависеть от нескольких условий, согласованных между Евросоюзом и Молдовой. Санду также поблагодарила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Оливера Варехели за поддержку. Ранее Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Молдовы, согласно которому страна получит около 600 миллионов макрофинансовой помощи. Деньги будут поступать в Молдову в виде грантов и инвестиций в ближайшие три года. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что макрофинансовая помощь Молдове – это попытка ЕС помочь стране преодолеть финансовый кризис, чтобы реализовать амбициозную программу реформ. Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июля. Судзапросы показывают, что партия Санду имеет шансы на победу, несмотря на провокации со стороны оппонентов. Коммунисты и социалисты заявили, что решили объединить силы из-за угрозы суверенитету Молдовы и идут на выборы блоком по СРМ, по КРМ. Партия Действия и Солидарность отвергла намеки на свою причастность к инциденту с фекалиями в офисе по СРМ в Каушанах. Как заявила НМ-пресс-секретарь формирования Аурико Руснак Жордан, ПАС считает, что социалисты могли сделать это сами, чтобы привлечь к себе внимание. Социалисты, которые находятся у власти, видимо, решили инсценировать это отвратительное нападение, чтобы выставить себя жертвами. Любые намеки на причастность к этому ПАС – дешевая провокация, подчеркнула Жордан. Напомним, что сегодня, 2 июня, бывший депутат от ПСРМ Олег Кучук сообщил, что офис по СРМ в Каушанах забросали экскрементами. Социалист не сообщил, кто это сделал, но отметил, что инцидент произошел сразу после визитов Каушан и президента Санду. В инспекторате полиции НМ сообщили, что зафиксировали инцидент и ознакомились с фотографиями, опубликованными в соцсетях. Правоохранители пока выясняют обстоятельства случившегося и ищут виновников. Субтитры создавал DimaTorzok